Всем привет! Меня зовут Ольга, я автор блога Текстера. В этом ролике я покажу, как узнать позиции своего сайта по разным запросам в инструментах для вебмастеров от Янекса и Google. Это очень удобный способ, а главное бесплатный. Да, есть хорошие сервисы, которые позволяют узнать позиции в нескольких поисковых системах одновременно, но они обычно занимают деньги за каждую проверку. Снимаются в принципе копейки, но если обновлять данные регулярно, будет уже не так дешево. Да и новичку в таких сервисах разобраться сложновато. А вот собственные сервисы Янекса и Google вполне доступны и понятны. Давайте сперва посмотрим, что нам предлагает Янекс.Вебмастер. Надеюсь, что вы уже зарегистрированы, поэтому сразу перейдем к панели. В меню справа выбираем пункт поисковые запросы. Сперва зайдем во все запросы и группы. Это второй пункт меню. Запросы отсортированы по нескольким категориям. Все запросы, по которым сайт находится в поиске, загружены самостоятельно. Избранные запросы, которые вы выбираете сами, наиболее важные. Запросы, по которым сайт находится на первых трех позициях выдачи. На первых десяти, то есть на первой странице. И на первых пятидесяти, то есть на первых пяти страницах. Ниже идут все остальные группы, которые вы когда-либо создавали самостоятельно. На группы можно щелкать и по каждому запросу в них будет показываться информация. Причем не только позиция, но и число показов, кликов и CTR. Позиция считается усредненно, поэтому вы видите дробное число. Дело в том, что у разных пользователей страница может показываться на совершенно разных позициях, потому что учитываются не только регионы тип устройства, но есть еще такая вещь, как персонализированный поиск, который подстраивается под нужды каждого человека. Чтобы создать группу, нажимаем на кнопочку в боковой панели и вводим название. Теперь вы можете добавлять запросы в эту группу с помощью фильтра или вручную. Чтобы загрузить собственные запросы, жмем на кнопку сверху. В появившемся окне вводим запросы вручную или загружаем текстовый документ. Также можно воспользоваться фильтром. К примеру, вы можете выбрать запросы, включающие какое-либо слово. Ищем. Сохраняем. Или, например, у вас есть важная страничка, и нужно узнать все запросы, по которым она продвигается, и позиции по ним. Вводим адрес. И вот у нас целый список. Ну или можно отсортировать по CTR кликом или показом, выбрать страницы с самым низким CTR, например, чтобы поработать над сниппетами. Еще можно отмечать галочками отдельные запросы из других разделов и добавлять в избранное или в какую-то другую группу. Выделим парочку. Внизу видим две кнопки. Добавить в избранное или копировать другую группу. Чтобы копировать другую группу, вводим ее название. Или выбираем из списка. Так, с этим разобрались. Переходим в статистику. Тут мы уже видим динамику показателей, но она слишком общая. Давайте выберем нужную группу и сделаем так, чтобы показывались только позиции, например. Например, группа и показатель. Средняя позиция. Также здесь мы можем выбрать нужный регион, тип устройства и определенный промежуток времени, чтобы отследить динамику. Так, пока нет данных. Давайте выберем популярные запросы. Как мы видим, статистика показывается по нескольким запросам. Это самые верхние запросы из списка. Можем добавлять к ним другие или удалять. Можно оставить только один запрос и проследить динамику именно по его позиции. А можно ввести нужный запрос вот в это поле. Если начать вводить слово, будут появляться доступные варианты. У меня немного подвисает сервис. Обратите внимание, что данные отображаются не самые свежие, то есть отставание будет пару дней где-то примерно. А что же предлагает нам Google Search Console в новой версии? Тут все очень похоже на то, что было в Яндексе. Только теперь все на одной странице, которая называется «Эффективность». На графике отражаются те же показатели, показы, клики, CTR и позиция. Внизу можно увидеть список запросов, по которым пользователи находят сайт, щелкать на каждый из них и смотреть подробную статистику. На данных позициях пока не отображаются, нужно сперва щелкнуть на вот этот пункт. Теперь все окей. Сверху видим фильтр. Можно фильтровать не только по запросам, но и по странам, устройствам, страницам. Полезная фишка – можно отбирать фразы, идентичные вводимым. То есть вы получите статистику именно по тому запросу, который интересует. Например, вот так. Один запрос. Еще тут есть вкладки. Можно посмотреть релевантную запросу страницу или страницы, позиции в разных странах и на типах устройств. Фильтры по страницам, как и в Яндекс.Вебмастере, позволяют узнать, по каким запросам продвигается какая-то конкретная страница. Еще один интересный инструмент – сравнение. К примеру, похожие запросы, написанные в разных формах, в моем случае на разных языках. Или можно сравнить позиции по странам и устройствам для определенного запроса и страницы. Это тоже легко делается. В первом фильтре выбираем запрос или страницу, а во втором – страну или тип устройства. В общем, варианты анализа могут быть разные. Вот такие возможности предлагают нам собственные инструменты Яндекса и Гугл. Главный недостаток их в том, что позиции конкурентов при необходимости посмотреть здесь уже не получится. Придется делать это либо вручную, либо с помощью сервисов. Причем хорошие сервисы, как уже говорилось, обычно платные. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, если хотите знать об интернет-маркетинге больше.